Добрый день. Всем собравшимся. Добрый день. Добрый день. Начиная с какой-либо из видов бизнесов, всегда у них впереди появляются некие страхи. Страхи о том, что получится, не получится. И вот сеть наших вебинаров в будущем предназначена для того, чтобы убрать этот страх, чтобы вы начинали это дело, несмотря ни на что. Пойдете ли вы вместе с нами этой дорогой, с нашей компанией, либо с другой, но тем не менее, наша основная цель, которая задана в России, это развивать рынок профессиональной заточки. Так, здесь у нас у некоторых нету и звука, и видео. Так, ну давайте... Давайте я сейчас перезапущусь и попробуем заново. Рад вас приветствовать на нашем вебинаре «Чего начать бизнес по заточке». У нас, в принципе... Все ли... Слышно ли меня хорошо, видно ли меня? Да, пошло, да? Отлично. Все здорово. Итак, вернемся к тому, что, конечно, развивать профессиональную заточку в нашей стране необходимо профессионально и начинать ее с профессионалами. Ну, начнем с того, что кратенько расскажу о себе. Зовут меня Эдуард Маркин. Я являюсь сооснователем, стою у истоков зарождения компании «Адемс». Я ее основывал, делая... С партнерами мы развивали этот бизнес. Вот. Поэтому, как никто другой, знаю об этом очень много. С 2009 года я этим занимаюсь. Если у вас будут какие-то вопросы по бизнесу, вы можете написать мне по электронной почте. Я с удовольствием каждому отвечу. Итак, формат. Формат нашего вебинара будет происходить следующим образом. У нас на вебинаре есть модераторы. Это сотрудники отдела продаж. Вы параллельно, если у кого-то будут вопросы, можете их задавать. Они будут отвечать. Также на эти вопросы отвечать буду я. Если время останется, то есть мы с вами после вебинара, вернее, не после вебинара, а после какой-то основной части, я вам расскажу. Вы можете задавать вопросы, и мы можем перейти на ответы на ваши вопросы. Так, ну, людей у нас прибывает. Это хорошо. Значит, потихоньку. Ну, а мы потихоньку начнем. Итак, повторю, что наша компания существует, и этот бизнес, это направление существует с 2009 года. С 2009 года мы запустили первую версию станков, мы начали продавать. Вот, и поняли с первого года, что процесс формирования самой мастерской, он состоит из нескольких этапов. Недостаточно иметь просто станки, недостаточно просто что-то, кто-то, кто-то вас научил или еще. То есть это такой большой, комплексный подход, если вы хотите этим заниматься всерьез, скажем, и надолго. За это время, что мы проведем на вебинаре, вы, как открыт бизнес, вы узнаете эту информацию, которую нигде больше, так скажем, не найдете, и это результат наших восьмилетних исследований, общений и всего остального. Значит, что такое компания ADEMS, и почему нам можно доверять? Значит, мы с 2009 года, общаясь на различных рынках точников, то есть не рынках, а, так скажем, представителями разных стран, в том числе и России, и зарубежья, мы очень много в это дело вложили усилий, переняли много опыта, являемся производителем вот этих станков и работаем в этом направлении очень давно. Откликаемся на все пожелания наших точников, которые нам говорят о том, что хотели бы добавить к нашим станкам какие-либо нововведения, и мы это всегда добавляем, адаптируем наши станки и прислушиваемся к нашим клиентам и к нашим друзьям-заточникам. Также мы взаимодействуем с ведущими заточниками по всей России, по всей России, в ближнего и дальнего зарубежья. Вот буквально на начнем с того, что на прошлой неделе к нам приезжали заточники из Франции, мы в ближайшее время на канале YouTube, в наших социальных сетях, где выложим информацию, интервью, информацию о нашем госте, которые высоко очень оценили качество оборудования, подход нашего оборудования к опыту заточки. Данный заточник, зовут его Жан-Поль Бабин, он работает по территории, учился он в Японии, работает он в Европе, а также в Америке. Поэтому он долго искал партнеров за рубежом, чтобы реализовать свою идею по высококлассным, высокоточным станкам для продажи их за рубежом и, соответственно, развития этого бизнеса. Мы обладаем очень большим складом, мы очень крупный у нас центр комплектации, всегда в наличии все необходимое для заточников. У нас есть комплекты, есть различные материалы, которые вы не всегда сможете найти и в магазинах, и на рынках. По этим расходным материалам достаточно информации представлено на сайте, поэтому там вы можете посмотреть и задавать вопросы нашим менеджерам. Значит, мы компания, которая предлагает обучение на наших станках, на тех станках, которые мы сами выпускаем, мы работаем по принципу одного окна. Что это такое? То есть всю информацию по данному направлению вы можете взять в нашей компании. Это обучение, дальше станки, причем большой очень выбор станков, расходные материалы, техническая поддержка и в дальнейшем мы планируем проводить мастер-класс. Мастер-класс. Значит, вообще в чем секрет популярности этой идеи? Ну, довольно-таки все просто. Как и все в России, сейчас очень, вернее, многие секторы услуг у нас начинают расти. Наша компания организовалась на, так скажем, определенных проблемах другой компании, которая смогла выйти из кризиса в 2006-2008 годах, смогла выйти только благодаря тому, что мы перепрофилировались на выпуск этой продукции и стали вкладывать деньги в рынок услуг. Значит, эта модель по заточке, она растет, бизнес по заточке, он растет, и каждый год все более-более набирает темп. Ваши клиенты, которые будут приходить к вам ежедневно, они, это клиенты, которые затачивают инструмент для своих мастерских, и таким образом у них очень много круглогодичных, ну, круглогодичный спрос. Дальше. Не требует опыта в бизнесе, подходит даже новичку. Вы можете пройти обучение и купить на станке, и начать непосредственно уже заниматься этим видом бизнеса. Самая маленькая мастерская, которая, ну, самая распространенная мастерская, которая присутствует у нас в России, это, ну, индивидуальные мастера, которые работают в одиночку, привлекают к их единомышленников, но вы можете арендовать где-то в проходном месте 6-10, так скажем, квадратных метров и идти вперед для покорятия вашего города качеством в этом сфере услуг. Также наше государство поддерживает это начинание. У нас существует в бизнес-инкубаторах, в мэриях, есть возможность получения грантов. Гранты эти, они от центра занятости от 60 тысяч рублей до 400 тысяч рублей могут присутствовать. Поэтому вы можете спокойно подавать некий бизнес-план в эти, так скажем, для поддержки своего бизнеса, получать гранты. В этом также мы можем вам помочь. У нас есть виды бизнес-планов, которые можно вам предоставить для помощи в оформлении. Этот бизнес, он не требует очень серьезного капитала вложения. То есть на самом деле бизнес можно начать с, ну, буквально купить станок один, допустим, начать полдрайф и обучиться. Это порядка, ну, порядка 130-140 тысяч рублей вы можете уже стартовать. Далее по мере приближения к вашему успеху вы можете уже докупать оборудование. Стартовые инвестиции, ну, от 200 тысяч рублей, да, это самая оптимальная инвестиция, которую вы можете инвестировать, открыть в нормальную мастерскую. Так как рынок развивающийся, спрос развивающийся, спрос на данные виды работы, он очень высокий. Вам не потребуется много усилий для собственной рекламы. Тарафан радио быстро вас разнесет. Многие уточники нам это рассказывали. Ну, нужно делать небольшие усилия, и все будет хорошо. Сейчас очень популярны современные виды продвижения. Это YouTube-каналы, Instagram, ну, и многие-многие-многие другие. Значит, с чего вообще нужно необходимо, с чего необходимо начать этот бизнес? Ну, вообще, осмотреться вокруг, даже ввиду того, что сейчас на этом рынке очень малая конкуренция, но в каких-то городах уже мастерские открылись, и, соответственно, у вас уже, возможно, в ваших городах конкуренты уже есть. Таким образом, осмотреться, кто вокруг вас, есть ли там мастера, есть ли париквахерские, есть ли спрос на это делать. Можно пройти 3, 5, 10 мастерских, просто поговорить, если у них необходимо. По нашим расчетам, одна мастерская в крупных городах может работать примерно где-то на 100 тысяч населения. Далее выставки Интершарм и многие другие в разных городах очень популяризируют у нас это направление, направление париквахерского, маникюрной индустрии. Таким образом, это все развивается, и спрос на это дело будет расти изо дня в день, каждый день. Ну, повторюсь, также в поддержку своих поисков инвестиций вы можете обратиться по месту жительства, свои государственные органы власти, бизнес-инкубаторы, центры занятости и, так скажем, получить финансовую поддержку. Наша компания работает с банком Тинковбанк, также можно купить у нас оборудование в кредит. Что позволяет мастерская хорошо и уверенно идти? Что позволяет мастерская более уверенно идти к вашей цели? И какие инструменты вы можете затачивать? На самом деле, вот то, что сейчас здесь вы видите перечислено, это только, ну, так скажем, часть инструмента. На самом деле его очень много. Все, что режет, все, что срежет, очень много инструментов не перечислено, поэтому вы можете ознакомиться, но начинать можно с этого. Самое главное, это 3-4 вида инструмента. Это парикмахерские ножницы, маникюрные кусачки, далее машинки для стрижки волос ножей. Их необходимо тоже затачивать. А просто индустрии с высокой дороговизной инструмента. То есть инструмент можно обслуживать, хорошо обслуживать и, соответственно, на это неплохо зарабатывать. Да, вижу ваши вопросы. На вопросы будем немножко попозже отвечать. Вопросы тоже можете пока писать, чтобы мы могли их как-то компоновать в определенные блоки и, соответственно, по ним потом давать вам ответ. И пойдем дальше. Вот на данном этапе, на данном этапе вводного, так скажем, вебинара, все ли понятно, так скажем, вы можете уже какие-то вопросы описывать. Значит, Россия, клиенты, кто они? Россия занимает шестое место в мире на рынке в сфере красоты и здоровья. У нас, я вам так скажу, опыт владения, мы в этой тени давно и понимаем, что рынок профессиональной заточки в России, он не разный. Да, уже очень много мастеров появилось. За 10 лет нашими клиентами и клиентами других компаний стало очень много людей. Многие люди, многие люди, они бросают это дело. Не то, что многие, даже никакой статистики нет, но некоторые люди бросают, некоторые продолжают, некоторые развиваются. Я думаю, что одна из причин, почему люди не продолжают значительно времени заниматься, это, возможно, несерьезность подхода к этому. Скажите, пожалуйста, вы ответите в чате, поставьте плюсики, те, кто является у нас сейчас, кто уже заточник. Есть такие у нас люди здесь на вебинаре, кто заточнил? Чтобы я понимал, немножко в каком направлении нам идти. Или у нас все, тогда единичка поставки, все, кто вообще планирует заниматься этим делом. Кто-то планирует заниматься. Так, смотрим. Да, очень приятно, что есть заточники. Вот Алексей Храпов у нас довольно-таки давно, 4 года занимается. В основном здесь люди, начинающие, начинающие виды бизнеса этого. Поэтому для этих людей у нас есть, ну и вообще для всех участников этого вебинара, у нас есть определенные для вас персональные условия, которые мы озвучим. Очень интересные персональные условия в денежном формате, которые мы озвучим ближе к концу вебинара. Итак, ну продолжим. Продолжим. И я хочу сказать о том, что, допустим, возьмем рынок зарубежный. Мы сейчас очень много принимаем опыт зарубежных стран, в том числе Америки. Очень показательно для нас то, что у них это очень серьезно развито. У них очень много школ, ассоциаций, выставок по этой тематике. У нас в России даже нету, ну нету даже какой-то персонализированной тематической выставки по этому направлению. Поэтому представляться как-то, мы очень много ездили по выставкам, на Интершарм ездили, на Клинок, на мебельные выставки, везде представляли на наше оборудование. Но мы понимаем, что тематических выставок у нас в России нет. Таким образом продвигать свою мастерскую вы можете, участвуя в Интершармах, это где проводят чемпионаты по парикмахерскому искусству. Вот, поэтому рынок этот растет. Американский рынок показывает то, что до сих пор даже у них это еще очень бурно развивается, а тем более у нас это, я думаю, что только-только мы стоим в истоках этого. Поэтому, даже пройдя по мастерским, поговорив с мастерами, вы поймете, насколько низкого качества идет заточка. Очень много людей портит инструмент, недостаточно обучаются. И таким образом сейчас немножко бывает такой момент, что мастера даже побаиваются заточников, потому что были такие, так называемые, ходоки, которые подпортили. Это, так скажем, хорошее имя заточника. У нас в индустрии красоты растет, поэтому вы, рынок это развивающийся, вы можете смело открывать эту мастерскую свою в вашем городе, и она обязательно, при правильном подходе, она обязательно пойдет. Как информировать и привлекать? Ну, здесь однозначных каких-то сценариев развития данных событий нет, потому что каждый мастер, он продвигает себя по-разному. Кто-то сарафаном радио, кто-то через Инстаграм, кто-то через социальные сети. Но, несмотря на все усилия, которые вы будете тратить на продвижение в своей мастерской, и как привлекать клиентов, это, конечно же, первое, что я считаю нужным, это вам научиться продавать свои услуги. Продавать услуги, то есть, это общение с клиентом, потому что довольный клиент, когда уйдет от вас, он приведет вам еще несколько клиентов и будет сводить вам очень много и очень долго. Поэтому, конечно, ну, здесь наш это первый вебинар, поэтому здесь, может быть, недостаточно каких-то элементов, но мы будем расширять постоянно эту презентацию. Хотел бы здесь показать, вот я очень много видел мастерских по России, как они открываются в мастерской. Это, знаете, бывает, ну, страшно зайти, бывает очень неприятно, бывают какие-то запахи посторонние, бывают, может быть, какие-то, рядом какие-то организации, которые сочаются. То есть клиенту, люди, ваши клиенты, это люди, которые работают в индустрии красоты. Это в основном 90% барышни, поэтому необходимо понимать это и сделать очень привлекательное место. Привлекательное место, куда могут люди прийти. Это и название оригинальное должно быть, и вывеска. Обязательно необходимо ввести базу клиентов, помнить о каждом клиенте, спрашивать о том, что как-то заточили, не заточили, ну, и лично продвигать себя, свою мастерскую на каких-либо местах. в местах общего скопления мастеров. Например, один из методов продвижения – это участие мастера, уже когда он работает, у него есть мастерская, ходить по неким мастер-классам по обучению парикмахерскому искусству, договариваться со школами по обучению парикмахерскому искусству и добавлять в программу свою какую-то лекцию, там, часовую, двухчасовую, об уходе за инструментом, полезному контенту. Таким образом, вы, говоря начинающим мастерам, парикмахерам или монетирующим о том, что так правильно ухаживать за инструментом, вы также будете рекламировать свою мастерскую. Вот. Инстаграм, YouTube, Twitter, все современные наши средства продвижения, они существуют, сайт обязательно, ну и реклама какая-то платная, возможно. Ну и в большей степени вам нужно быть постоянно слуху, появляться в различных листах, и чем больше о вас будут знать, тем больше у вас будет клиентов. Здесь представлено, вот для начинающих представлен некий прайс-лист, примерный прайс-лист, взятый с сайта одной из мастерской, по какой цене они стригуют. Вот, привлекая нехитрую математику, взяв калькулятор в руки, вы можете уже сейчас прикинуть приблизительный свой доход. Мы знаем, что в каждой мастерской у нас есть как минимум несколько мастеров, два, три, пять, семь, здесь мастера, в парикмахерских действиях есть парикмахеры, есть маникюры, маникюр, который проводят таким образом, ну, три, четыре, вот посчитайте, сколько у них инструментов. Если по времени заточки, то маникюрные кусачки затачиваются где-то в среднем один-два месяца, раз в два месяца, парикмахерские ножницы, вот здесь вот, если парикмахерские ножницы хорошо заточить, и мастер будет с ними очень хорошо обращаться, то их хватит примерно, ну, где-то от полугода до года. Но, как правило, культура обращения с инструментом у нас низкая, поэтому инструмент не чистят, его роняют, его повреждают, и таким образом они чаще становятся вашими клиентами. Также есть помощники, которые оказывают медвежью услугу, портят инструмент, которые, скажем, ходуны, ходоки, ходят по мастерским, и таким образом портят инструмент, и эти спортивные инструменты также, возможно, придется восстанавливать вам. параллельно заточки, параллельно заточки, можно осваивать не только парикмахерские, маникюрные инструменты, здесь, вот, сколько мы видели мастерских, там дальше слайды будет, я покажу, различные инструменты, и топоры можно точить, и нажат газонокосилок, и нажат газонокосилок, и нажат, и дарубов, ну, много чего. На самом деле, затачиваем инструмент, если вы покажете классную, хорошую заточку, дальше клиентов вас будет очень-очень много. Таким образом, математика здесь простая, у каждого мастера по три, по четыре инструмента в обороте. Помимо заточки инструмента, можно на чем зарабатывать? Это зарабатывать, как поднимать средний чек, можно зарабатывать на продаже инструментов. Вы можете стать дилером какой-нибудь компании, договариваться на поставку маникюрного тарифмакерского инструмента, средства ухода, жидкости, какие-то аппараты, фены, ну, очень много, на самом деле, там есть, вплоть до расчесок. Все это можно продавать мастерам, потому что, если мастер пришел и он затачивает, то он сидит, он ожидает. Обязательно сделайте некий шоу-рум, вернее, какое-то место для ожидания, красивое, удобное, чтобы человек подошел к витрине, посмотрел, что у вас есть что-то в продаже и помимо заточки, там 200-600 рублей наставил, еще прикупил что-то с собой забрал. Вот. По расчету рентабельности, если более подробно поговорить, то вот здесь вы можете увидеть, сколько примерно, примерно вы можете зарабатывать. Конечно, в разных городах, в разных местах, у всех все индивидуально, но вот здесь мы приводим пример, ну, очень такой, ну, очень нераскрученный, нераскрученный мастерской. Я был неоднократно свидетелем того, когда приезжал в различные мастерские, общался с мастерами, когда, допустим, приезжает мастер, он ему, коллеги передают различные инструменты, и он разговаривает со мной, за час кладет в карман, за час кладет в карман 5 от 5 тысяч рублей. Это не вымысел, это реально так, но здесь, ну, это, конечно, не сразу возможно, но потихонечку, потихонечку это можно будет прийти. Так, значит, по рентабельности здесь над чем нужно работать, вот с чем мы сейчас столкнулись, смотрите, помимо того, что вы расслучиваете свою мастерскую со временем, допустим, через полгода, через три года, я не знаю, у всех индивидуально это, вы столкнетесь с таким моментом, как большое количество работы, большое количество инструментов. Вот как раз эта проблема, она очень широко сейчас присутствует на американском рынке, и почему там очень много развитого станкостроения для этой индустрии, потому что у них сейчас задача как можно больше затачивать инструментов в единицу времени. Вот в России мы вот создали вот те запросы, создали новую станцию, называется она ADEMS VSS, на сайте тоже она представлена. Данная станция позволяет, приезжал к французу, он показывал, как работать на этой станции, мы сейчас снимали, скоро все подготовим, выложим. парикмахерские ножницы с помощью этой станции, он затачивает, я так скажу, наверное, это где-то минуты-полторы, минуты-полторы, больше времени даже уходит от перехода от одного рабочего места к другому. Таким образом, в вашей мастерской должно быть оборудование, чтобы быть высокорентабельным, должно быть оборудование различных разных видов операций. Различные виды операций. Конечно, можно купить, допустим, один ADEMS Full Drive, универсальный станок, но что будет с этим, что будет на начальном этапе, да, это хорошо, но опыт показывает, что даже ADEMS Full Drive многие покупают несколько станков, как минимум два, потому что под разные виды задач. И переходя от одного станка к другому, скорость обработки инструмента растает в разы, растает в разы. Поэтому вы можете, вы должны понимать, что этот процесс обучения, процесс вложения в этот бизнес, он идет непрерывно, и, скажем, с ростом этого вы будете развивать. Примеры мастерских, допустим, какие мы в ближайшее время видели, вы увидите. вот это пример нашего тоже клиента, который оборудовал мастерскую. Здесь представлено на фотографии три наших станка, также у него два вспомогательных станка электроточила. Здесь вот слева представлен станок ADEMS Full Drive, далее идет более крупный станок ADEMS Front Plate, и, так скажем, ADEMS Pro. Значит, ну, да, немаловажное значение имеет помещение, где вы будете работать, потому что этот вид бизнеса, он сопряжен, ну, как бы, тем, что есть вешеная пыль, есть частицы металла, абразивной пыли, которая необходима, чтобы не попала в ваши легкие. Самое главное, это безопасность при работе. вот здесь представлен вариант размещения вытяжных систем, которые вытягивают всю взвешенную пыль и уносят в мастерской, это все не оседает в ваших легких. Каждый станок наш оснащен кожухом, в него можно вставить пылесос промышленный, и, скажем, перед началом работы включать пылесос, он также будет удалять место для крепления пылесоса, будет пылесос удалять вашу всю эту пыль. Значит, самое идеальное место, ну, сейчас конкуренция не очень большая, но идеальное место и правильное место это в местах общего скопления и легкой доступности в вашей мастерской к клиентам, чтобы не у всех есть автомобили, чтобы человек, выйдя из маршрутного транспортного средства, мог очень быстро за вас забраться. идеально, но очень дорого, особенно в крупных городах, это бизнес торговые, торговые магазины, большие торговые магазины, где представлены различные виды магазинов, вот там открыть, это самое идеальное, очень большой поток клиентов, очень большой поток различных сфер и услуг, которые вы можете оказывать. Далее, арендовать можно в любом месте, но самое главное, чтобы ваш клиент смог легко и быстро вас найти. Очень часто я сталкивался с тем, что даже в Москве, вот даже в Москве мы очень много посещаем мастерских различных, знаете, вот первый раз не всегда легко найти эту мастерскую, всегда вешайте таблички, чтобы клиент мог вас легко найти. Площадь мастерской, может быть, все зависит от города, не в Москве это вы, ну, в дорогое удовольствие, значит, поэтому наши, допустим, станки, они спроектированы таким образом, что они требуют большого места. Вы можете, допустим, купить одну станцию ВСС, и таким образом вам достаточно двух квадратных метров только под оборудование. Когда станки стоят различные, здесь чуть-чуть больше можно, нужно. Ну, свет обязательно очень хороший цвет, очень лампы хорошие, потому что это глаза. Более подробно, сейчас я не буду освещать о том, что должно быть в мастерской, потому что, ну, на самом деле, здесь можно говорить очень долго. Очень долго. Значит, всем, да, тут подсказывает мне, всем, кто, всем, кто присутствует в нашем вебинаре, мы даем бизнес-план. Это реальный бизнес-план, при котором у нас здесь, в Тольятти, обращаясь в службу занятости, население, люди получили, по-моему, 58 тысяч рублей, я могу ошибаться, от государства на приобретение Aden's Full Drive. Вот, если уже более детально подойти к этому вопросу, можно в инкубаторы обратиться, где сумма субсидий вырастает до 400 тысяч рублей. И так, по мастерской вы, по помещению, значит, основные критерии какие? Это легко доступность ваших клиентов, далее, места, должна быть вытяжка, хороший свет, ну и, конечно же, хорошее оборудование. Хорошее оборудование. Вот пример еще одной мастерской в городе Самара. Здесь тоже представлено различные оборудование. Здесь мастер, он затачивает, помимо заточки инструмента, занимается изготовлением ключей. Он раньше был ключник, изготавливал ключи и в большей степени сейчас переквалифицировался на заточку. Вот, и также ремонт обуви. У него в мастерской присутствует изготовление ключей, заточка, ремонт обуви, покраска обуви и по-моему, ну, по-моему, все. Вот, продажа инструмента. Здесь представлены станки ADEMS Front Plate. Также в линейке нашего оборудования есть гриндеры, они представлены по центру, ленточное, шлифовальное оборудование. это очень универсальный, широко применяемый инструмент, который вы можете использовать для различных целей. Для различных целей. На правом слайде у нас ADEMS Full Drive. Здесь установлены диски 200 мм для универсальных шлифовальных операций. Вот, здесь мастерская не очень большая, но, как видите, оборудование скомпоновано компактно, работает здесь два человека и вполне такая мастерская приносит владельцу от 200 тысяч рублей в месяц. Итак, пойдемте дальше. Примеры мастерской, да, здесь тоже недавно наш клиент из Майкопа выложил видеообзор, как он организовал место у себя на родине, вы также можете с этим ознакомиться. ссылка на наши помощники уже выложили. Так, идем дальше. Значит, основа этого бизнеса все-таки мы по нашему опыту работы в этой индустрии является обучение. Без обучения станки это всего лишь станки, это всего лишь инструмент, металлическая коробка, которая ничем вам не поможет. При правильном и грамотном обучении я вам так скажу, что ваш задача научиться так, а наши станки вам в этом помогут увеличивать средний чек путем обработки большого количества инструментов. Ну и также, чтобы было не стыдно перед людьми, когда вы будете его отдавать. немножечко расскажу тяжело ли затачивать научиться. Я думаю, что, наверное, как и во всех сферах деятельности, под это нужно определенные какие-то особенности человеческие важные. Наверное, не каждый может стать ключником, но если вы уверены в том, что вы можете попробовать этот бизнес, вот у нас обучение стоит, нашей компании стоит 55 тысяч рублей. Пять дней обучения, ну подробно об этом поговорим, но, по крайней мере, если вы очень в это хотите заняться и в это верите, вы можете просто приехать на обучение, можно пройти мастер-классы там однодневные и хотя бы понять для себя вообще, ваше это или не ваше. То есть вложить деньги там 300-400 рублей, а потом сказать, что это не мое, ну так скажем, да, это будет более обидно, чем вложить 10-55 тысяч рублей и попробовать вообще, стоит ли вам этим заниматься или не стоит. Конечно, также зависит обучение зависит от мастера. Мастер должен быть с многолетним опытом, он должен, через его руки должны пройти не одна тысяча инструментов, чтобы он мог уже преподавать. У нас очень в России развита следующая схема обучения. Люди, которые едут куда-то на обучение, где-то обучаются, буквально через полгода начинают сами обучать. Сами обучать тому, что они считают, что они уже умеют затачивать и могут обучать. Таких людей очень много, но вот здесь раньше, пять лет назад, такого обилия школ не было, было меньше, но и, естественно, и спрос был. сейчас люди обучают, но не все. У нас очень много людей приезжают к нам и переучиваются после других мастеров. Поэтому главное понимать, где и кто вас научит. Мы даем определенную такую гарантию, что после нашего курса вы обязательно для себя определитесь. 90% наших клиентов они работают после нашего обучения. Значит, что еще можно говорить про обучение? В любом случае лучше научиться затачивать правильно, лучше затачивать опытных мастеров, потому что если вас научат затачивать неправильно, переучиваться гораздо будет сложнее и вы остынете к этому виду бизнеса и скажете, что либо вас плохо научили и все остальное. За вот эти года работы я сделал для себя вывод. В первое время мы продавая оборудование и если кто-то нам говорил, что наше оборудование не затачивает, не выдает качество инструментов и всего остального, мы в большей степени всегда шли клиентам навстречу и думали, что действительно это так и наши танки ничем не помогают. На самом деле, когда человек так устроен, что когда у него что-то не получается, он всегда старается найти причины искать где-то вне, вне, но не в себе. То есть основная причина того, что человек не работает, это он не научился затачивать, не получает. Поэтому обучаться нужно этому делу, обучаться этому нужно долго, даже наш курс это только начальный вводный курс, это для старта, чтобы снять страхи, чтобы снять боязнь и идти в этом направлении, идти в этом направлении заточки. Посмотреть на виды инструмента, посмотреть, как кто затачивает, пообщаться с мастерами, пообщаться с выпускниками, все остальное, здесь даже придется решение, где вы будете затачивать, где вы будете обучаться. Единственное, что, допустим, можно сказать про принципы заточки. Наш станок ADEMS FullDraft имеет горизонтальную планшайну. Если люди затачивают наточилы кондиционные ножницы, то, как правило, один, наверное, сможет заточить с большим опытом человек. Как правило, остальные все делают из кондиционной режущей кромки, делают классическую режущую кромку. Таким образом, они портят инструмент. Сами того не понимают. оборудование различное. Сможете на нашем сайте посмотреть. И все это оборудование спроектировано не зря под определенные задачи и под определенные методики заточки. Уже рассказывал про нашу заточную по обучению. Вот один из последних наших выпускников нашей школы по обучению. Обучение проходит в действующей мастерской. Мы уже обучаем с 2010 года. Я не знаю, сколько у нас учеников уже выпустило за это время. Но достаточно количества, чтобы говорить об этом серьезно. Я не говорю о тысячах людей. Это обучение индивидуальное. Мы работаем с одним человеком. Мастер обберет только одного человека на 5 дней. Таким образом, выпускаясь, человек может понимать основу заточки. Первое это парикмахерские ножницы, классическая заточка, кондиционная заточка стилировочных ножниц. Маникюрный инструмент, кусачки, щипчики, ножевые блоки, машинки для стрижки волос. Ну и как бы даем мастер-классы по заточке бытовых ножей, разделочных пухлых ножниц и все остальное. Вращаясь в действующем мастерской 5 дней, вы увидите, как происходит процесс общения с клиентами, как все организовано. Помимо процесса заточки, вы еще поймете о том, как вообще все устроено изнутри, как мастерская работа. Прикоснетесь до недели станете частью этой команды. Все обучение и все виды инструментов затачивают исключительно на нашем оборудовании. Вы увидите, что все наше оборудование приспособлено для этого. И, скажем, у вас будет время для того, чтобы освоить и понять, нужно вам это или не нужно. Итак, по как выбрать оборудование. У нас на сайте очень представлено много вида оборудования, как его выбрать, для чего оно нужно и все остальное. Но первое, самое главное, что, совет, вы всегда можете позвонить в России на бесплату номер 8800 и наши менеджеры всегда с удовольствием вас проконсультировать. Далее вы для себя должны понять, что вы какую задачу ставите в своей мастерской. Я так скажу, что мастерская с одним станком это не мастерская в любом случае. То есть много различного вида инструментов должно быть помогательного. Дальше вы должны определиться с видом, с начальным направлением того инструмента, которого вы будете затачивать. Ну, конечно, наше, что мы советуем, это начать с парикмахерских ножниц, ножевые блоки для стрижки волос и маникюрные кусачки. Все остальное это уже более затачивать менее, ну, не так сложно, и вы потихонечку все это отзываете. Итак, что для этого нужно? Нужен станок для заточки парикмахерского инструмента, станок для заточки маникюрного инструмента, отдельный причем, станок для заточки ножей машин для стрижки волос, фронтлейт, и мы считаем, что гриндер тоже необходим мастерской, на одном файле показывали его, и, соответственно, с помощью него это очень широкий профильный инструмент, станок, на котором затачивать можно практически все, что угодно. Итак, поэтому за консультацию вы можете обратиться к нашим менеджерам, и, соответственно, они вас, вот здесь пример оснащения мастерской, это наш один из мастеров, который давно с нами сотрудничает в Майкопе, с которым организовал мастерскую. Значит, станок, самый основной станок, который должен быть в вашей мастерской, это первый станок, ну, вообще, как бы, знаете, наверное, даже не так, самый первый станок, который должен быть в вашей мастерской, я думаю, что, и можно на этом остановиться, это вот заточная рабочая станция, на данном станке организовано 4 рабочих места, а также некоторые рабочие места могут переквалифицироваться и одновременно стать как станком для заточки ножниц, так и для заточки ножевых блоков. На данном станке может работать 1-2 человека постоянно непрерывно и таким образом увеличивать середичек можно только с помощью этого станка. Если говорить уже по отдельным рабочим местам, назначению станков, это станок ADEM Full Drive, который основа всех, на этом станке можно затачивать любой инструмент. заточки ножевых блоков, на него можно установить диски для универсальной шлифовки некоторых изделий, он оснащен частотным преобразователем, манипулятором, то есть это основной станок. Но купив этот станок и купив все опционы, на начальном этапе да, это подойдет, но далее, когда у вас будет очень много инструментов, переналадка, допустим, снять одну планшайбу, поставить другую, потом подключить, поставить манипулятор, брак-манипулятор, еще что-то, у вас получится таким образом, что вы будете терять время на переналадке. Начинать с него нужно, если бюджет не позволяет купить ВСС, начинать нужно с него, это основной станок, затачивающий любой инструмент. Мы позиционируем его для парикмастерских нужностей, но он затачивает и маникюрные кусачки, и ножевые блоки, и все, все. Далее. Далее. Значит, станок для, ну, давайте поговорим, если уж по парикмастерским и маникюрным инструментам, следующий станок у вашей мастерской должен быть специализированный станок для заточки маникюрного инструмента. Это, так называемые маникюрные кусачки, накожницы, или как там многие по-разному называют. Здесь основной принцип в том, что можно установить маникюрный кусачек таким образом, что любая грань по заточке у вас будет очень жестко выставлена, и нет человеческого фактора, не будет дрожания, еще чего-то, вы очень ровно делаете фаску. Далее. Особенностью этого станка является револьверная головка, здесь установлены четыре вида диска, которые вращаются, и таким образом переход заточки от более грубого к мелкому происходит на одном станке, не меняя положение кусачек и установленную манипулятор. На нашем сайте, на нашем канале YouTube есть видеообзорные по каждому станку, там можно ознакомиться с принципами работы этого станка. Также забыл сказать, по обучению есть у нас видеокурсы, видеокурсы по работе на станках. Вы можете приобрести к каждому станку созданный видеокурс. Это сразу хочу сказать, что это курс не обучения заточки, это видеокурс по работе на наших станках, а частично через технологию заточки. все это составлено. Далее, значит, итак, второй станок это заточка маникюрных кусачек, далее, станок фронт лейт, для заточки ножей парикмахерских машинок. Помимо парикмахерских машинок можно затачивать машинки для трешки животных, различных причем, не только домашних, ну и имеется в виду кошки-собаки, но и и овцы, и крупные, допустим, и лошадей стригут, и много чего. Грумеры, они такие довольно-таки инверсальные мастера, которые стригут большое количество животных, и вот на этом станке можно затачивать. Следующий элемент это решетки и ножи мисорубок. Станок расположен планшайбой, который позволяет это все делать. Сегодня в технологии мы не будем ударяться, но, так скажем, это все можно делать. Это будет темой наших следующих вебинаров. Также все слушатели, я прошу вас, если у вас есть такое желание, вы можете написать особо волнующие вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы осветили в последующих наших встречах. Так, значит, станок ADEMP PRO для заточки ножей бытовых, ножниц, и в том числе парикмахерские ножницы с классической режущей кромкой. Это очень, очень универсальный поможет. Несмотря на его простоту, режущая кромка на ножницах или на ножах получается очень изумительной. При правильном подобранном расходном материале, установленном правильном круге, и даже без отсутствия регулировки, водяного охлаждения и всего остального, поверьте, результат здесь может быть очень хороший, если вы правильно будете затачивать. Все зависит от рук. Так, тоже одна из новинок последних наших, это универсальный ленточный шлифовальный станок, он предназначен для заточки стамесок различных, причем прямых, корсых, полукруглых, каких угодно, к нему есть адаптеры. Дальше, бытовые кухонные ножи, ножи для рубанков и любой какой-либо инструмент, который вы можете затачивать на ленте. Значит, еще раз вернемся к ADEMS VSS, напомню, на данном станке он призван спроектирован для того, чтобы поднимать средний чек за счет быстрого и качественного качественной обработки инструмента. В единицу времени на этом оборудовании вы можете обслуживать очень-очень-очень много. Ну, здесь примерный список того, что вам может понадобиться в ближайшее сразу для открытия мастерской. Конечно, очень такой простой, примерный. Но это самое необходимое, что нужно, и таким образом уже можно стартовать. Стартовать после обучения, набивать руку и брать первых клиентов. Брать первых клиентов. Значит, как я уже говорил, значит, для всех наших слушателей, всех, кто хочет этим заниматься, у нас есть специальное предложение. Это станок Adem Full Drive. Вы можете после вебинара завтра, сегодня связаться с нашими менеджерами и, соответственно, по такой увлекательной и очень низкой, более хорошей скидкой, которая бывает не так часто в нашей компании. в честь первого вебинара мы делаем вам такой подарок. Вы можете обратиться к нашему живому приобретению. Теперь у нас есть время, если у вас остались вопросы, я бы хотел получить обратную реакцию в плане того, что понравилось, вам не понравилось. Обязательно прошу сильно меня не критиковать, это мой первый вебинар. Ну и, соответственно, основная цель этого вебинара именно снять страх о том, что этим бизнесом можно заниматься. Это не сложно, это можно, и, соответственно, компания ADEMS всегда вам в этом поможет. Также вы можете оставить пожелания по темам будущих вебинаров, ну и оставить свои вопросы, задавать вопросы нашим менеджерам, звонить, спрашивать, вот, и, соответственно, вставлять обратную реакцию. Так, так скажем, наши контакты, контакты, которые вы можете видеть на экране, звонить по, если вы из других стран, то вы можете звонить по первому номеру на плюс 7, 9, по России вы можете звонить на номер 8800, и доступны мы в чатах WhatsApp и Viber, вот на этот номер вы также можете писать нам, задавать вопросы. Ну, давайте подробежимся по вопросам, если вопросы у вас будут, я готов вам их ответить. Итак, Михаил спрашивает, сколько времени требуется заточка одного инструмента? Хороший вопрос, но, смотрите, Михаил, давайте уточним, какого инструмента, не совсем понятно, инструментов много, их много, есть парикмахер с пеной, маникюрные кусачки, все остальное. С опытом, ну, давайте разберем примерно парикмахер с пеной. Я уже приводил пример, заточник Франции, который к нему приезжал, работал по всему миру, учился разных мастеров, он в этом бизнесе 36 лет, 36 лет. Таким образом, он учился этой профессии 3 года, потом он учился еще 10 лет, не 7 лет, но в среднем около 10 лет, ну, какой это вид, то есть он проходил постоянно мастер-классы, постоянно, таким образом, он нам показывал мастер-класс, не сильно убитые ножницы, парикмахерские, конвекционные, он заточил принах ну, где-то полторы минуты. Ну, это без сборки, без разборки, без разобранных два полотна, он заточил за полторы минуты. Конечно, это очень высокий класс, в среднем где-то, да, вот, подсказывают где-то около 10 минут на ножницы, на проверку, на регулировку, смазку, чистку, анализ и все остальное, потому что процесс это не только станок, но нужно понять, что с полотном, искривлено оно, не искривлено, есть ли зазоры, нет зазоров, есть ли удары были или не были, какие там виды повреждений на нем или степени износа различных мест на ножницы. Вот, касательно маникюрных кусачек, здесь тоже, нам с Америки прислали пять кусачек, очень-очень, я вам сразу скажу, очень сильно убитых, у нас есть видео, я таких кусачек не знаю, не видел, они специально их убивали, на заточку, на выведение, ну, как правило, иногда мастер был, может быть, да и отказался под заточки таких кусачек, но нам был брошен вызов, мы снимали все это на видеокамеру, мы затачивали, выводили эти ножницы, примерно, ну, пять-пять кусачек мы выводили, ну, примерно около двух часов, около двух часов, и это было непросто, потому что необходимо было перетачивать не только режущую кромку, но и изменять геометрию самих маникюрных кусачек, вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, все зависит от, так скажем, от степени износа инструмента, одно дело подточить, второе дело это переделывать полотно режущего, режущего инструмента, на фуллдрайве ручная заточка или с помощью манипулятора ножницы, ну, в среднем, в среднем с применением станка, ну, где-то 3-5 минут, дальше идут подводные камни, дальше регулировка, сборка, но в среднем, в среднем, вот, средний заточник, где-то у него входит порядка от 5 до 15 минут на заточку ножниц, профессионалы это делают за считанные минуты, ну, я думаю, что меньше, чем за 3 минуты, вы в любом случае ножницы не заточите, так, ну, в целом, наш вебинар подошел к концу, вот, таким образом, спасибо, что вы к нам пришли, поучаствовали наши вебинары, поэтому, до новых встреч, вот, Михаил, да, спрашивает, проживание, нет, проживание мы не предоставляем, вопрос проживания, это, как бы сказать, мы можем помочь, помогаем всем нашим ученикам, помогаем, показываем, ну, помогаем найти квартиру, либо гостиницу, эконом-класс, в зависимости от вашего размера, скажем, да, ну, желания потратить за эту сумму. В среднем около по тысяче до полутора тысяч стоит аренда квартиры на 1 сутки. Вот это уже за счет клиентов. Все, всем спасибо за участие в вебинаре, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok